Уважаемые дамы и господа, сегодня я представляю вам историю жизни первой в истории Франции женщины-писательниц. Она принадлежала королевской фамилии этой страны, к династии Волуа. Она жила на рубеже 15-го, начала 16-го веков, и она именно является тождественностью той самой эпохи перемен, того Ренессанса, который вступил, придя из Италии на французскую землю. И во многом этому способствовал ее брат, король Франсуа I, знаменитый отец-вдохновитель французского Ренессанса, строитель очень многих французских замков Долины Луары и также друг Леонардо да Винчи. И поэтому на моем столе есть портрет короля Франсуа I. И то, конечно же, произведение, которое сегодня я буду также рассматривать, это то произведение, которое родилось во уме принцессы Маргариты Ангулемской, Маргариты де Волуа. Она принадлежала к династии де Волуа и была также и герцогиней Ангулемской, поэтому вошла в историю и как герцогиня Ангулемская, да еще и к тому же, как и королева Наварская, потому что впоследствии вышла замуж за короля Навары. Итак, два произведения, имеющих очень большое значение, также на этом столе. Это Джованни Бокаччо и его произведение Де Камерон, который так вдохновил Маргариту де Волуа для того, чтобы она написала свое произведение, которое назвала как Гипта Мирон. Вот обо всем этом мы сегодня будем с вами говорить, потому что наша героиня, принцесса Маргарита де Волуа, действительно внесла очень существенный вклад в именно изменение представления о роли и месте женщины в том обществе, которое уже вступало в уже именно новую абсолютную эпоху, в новый период нового времени. Французский Ренессанс – это, конечно же, то самое время, когда расцветали в буквальном смысле все всевозможные виды искусства, и обо всем этом мы также сегодня будем с вами говорить. Итак, обо всем по порядку. Значительную роль в культуре и истории французской литературы эпохи Ренессанса сыграла представительница младшей ветви королевской династии Волуа Маргарита принцесса Ангулевская, ставшая супругой короля Наварре Энрики II де Альбре. И за счет этого она вошла в историю как Маргарита Наварская. Ее двор в городе Нерак, фамильном владении семьи де Альбре, был центром европейской жизни середины 16 века. Королева была прекрасной поэтессой и писала новеллы в духе Джованни Бокаччо. И ее перу принадлежит знаменитый сборник новелл «Гиптомирон». Она была щедрой покровительницей художественно одаренных людей, и среди них были известные гуманисты Разм Роттердамский, крупнейший французский филолог, классик, педагог и математик, основатель Колледж де Франс и знаменитой библиотеки фон Тебло Гиом Бюде. Поэт-писатель, рассказчик Бонавентур де Перье. Образованность и интересы королевы совершили настоящий прорыв в отношении к женщине, и ее роли в культурной жизни общества поменяли существующие представления о мести женщины в системе ценностей бытовавших в королевских дворах Европы того времени. Наделенная ярким умом, широтой и смелостью своих взглядов, Маргарита Ангулемская, чей литературный талант был признан еще при жизни, положила начало зарождению нового явления в культурной жизни Европы – женскому литературному творчеству. Принцесса Маргарита де Валуа, вот я хочу также, чтобы вы обратили на это внимание и не путали ее с другой Маргаритой де Валуа, которая вошла в историю в большей степени в контексте уже событий конца XVI века, связанных с Варфоломеевской ночью, с теми очень непростыми припетиями, именно религиозной составляющей в истории Франции уже именно конца XVI века, и она была супругой Генриха Наварского, но мы еще несколько коснемся об этом, потому что так или иначе, но Генрих Наварский, он связан с нашей героиней, тоже Маргаритой, тоже Валуа, но это предшественница той Маргариты Валуа, о которой мы можем в большей степени знать, благодаря произведениям Александра Дюма и различных других французских классиков. Ну и такая, конечно, как и известные персонали истории. Так вот, наша героиня, именно писательница Маргарита де Валуа, принцесса, родилась в Ангулеме 11 апреля 1492 года. Ее отец Шарль де Валуа, граф де Ангулем, был представителем младшей ветви Королевского дома Франции. Хочу обратить ваше внимание на то, что как бы французские королевские фамилии не назывались, конечно, за исключением династии Бонапартов, собственно, узурпировавших власть в начале XIX века, вот все остальные царствующие династии во Франции уже с IX века это капитинги, они могут называться по-разному, это различные ветви капитингов, но так или иначе это все потомки Гюго-Капета. Так вот, она принадлежала к линии Валуа, которая также являлась частью, это линия семьи правителей рода капитингов. Так вот, ее отец происходил от короля Франции Шарля V. Дело все в том, что у Шарля V, жившего в XIV веке, был сын принц Луи, он с 1394 года носил титул герцога Орлеанского, и затем впоследствии Луи женился на дочери герцога Миланского Валентине Висконти, и от этого брака у него было несколько сыновей. Шарль Герцог Орлеанский, и также известный поэт, надо отметить, и отец короля Людовика XII, и Жанн с 1407 года, получивший титул графа Ангулемского. Так вот, в 1447 году, после освобождения из плена, значит, Жанн, будучи оказавшийся именно в плену в контексте войны именно Англии и Франции, тогда были очень непростые противостояния между этими двумя странами, Столетняя война и все, что с этим связано. Так вот, в 1447 году, когда он в течение почти более 30 лет находился в английском плену, он вернулся во Францию, и тогда он женился на дочери Аллена IX векона де Ругана, на Маргарите де Руган, и у них родился сын Шарль, граф Ангулемский, в свою очередь женившийся в 1488 году на принцессе Луизе Савойской. Почему нам это очень важно? Дело все в том, что Луиза Савойская, она итальянская принцесса, и она как раз-таки является матерью для нашей героини. И дело все в том, что Луиза Савойская была очень большой любительницей именно произведений Джованни Боккаччо, и она была воспитана сама в духе именно итальянского просвещения, итальянской эпохи Ренессанса. Поэтому это, конечно, очень большое значение будет иметь для уже формирования личности нашей героини, принцессы Маргариты, ставшей писательницей во Франции. Так вот, граф Ангулемский достаточно рано скончался, а его вдова вместе с двумя детьми по воле королевы Анны, это супруга Шарля VIII, короля Франции, знаменитой наследницей герцогов бретонских, была вынуждена поселиться в городе Каньяк в собственном замке. В 1498 году, после смерти Шарля VIII, королем становится двоюродный дядя Людовик XII, до этого имевший титул герцога Орлеанского, и он взял в жены вдову почившего племянника Анну Бретонскую. Новый король был кузеном мужа, обдовевшей графини Ангулемской, и симпатизировал ей, и призвал ее ко двору. То есть, получается, нашей героине, она оказалась приближенной непосредственно к вот новому королю Людовику XII, которому приходилось самой ближайшей родственницей. И таким образом, Маргарита де Валуа и ее брат, будущий король Франсуа I, они становятся придворными абсолютно людьми. Они живут как принцы крови, самые ближайшие родственники монарха вместе с ним, мать Маргариты де Валуа, Луиза Ангулемской, была дамой прекрасно образованной и интересующейся культурой. Она привезла с собой из Италии, будучи принцессой Савойской, прекрасную библиотеку, и была обладательницей одного из самых блестящих женских умов Франции своего времени. В ее доме в коньяке господствовало итальянское культурное влияние, царил дух произведений Джованни Бокааччо, который пользовался особым почитанием и любовью графини. Будучи дамой властной, честолюбивой и настойчивой, страстной, она была в непростых отношениях с супругой короля, чей нрав был аналогичным. И столкновения двух строптивых дам были неизбежными еще и потому, что у графини рос здоровый сын, то есть, соответственно, будущий король Франсуа I, а вот, к большому сожалению, супруга короля так и не смогла родить ему наследников, было только две дочери. И в итоге, чтобы не усугублять ситуацию, король был вынужден удалить Луизу в королевский замок Амбуаз, где она стала усердно заниматься образованием своих детей. Графиня Ангулемская прививала с самого рождения детям любовь к искусству, литературе, письмо. Она боготворила своих детей, заботилась о них и дарила материнское тепло и внимание. Также следует отметить, что она заботилась о воспитании двух незаконных детей своего почившего супруга, рожденных от его фавориток Жанны Ле Конте и Маргариты де Полиньяк, причем последняя стала дамой и канаристкой Луизы. Обе девочки росли вместе с детьми самой графини. То есть, мы с вами должны констатировать тот факт, что вот эта дифференциация между родными, законными, соответственно, детьми, и незаконными детьми, она была крайне незначительна в рамках той эпохи. И наличие незаконных детей у того или иного представителя царствующей фамилии, по сути дела, не вызывало каких-то толков или недоумений. Это было дело вполне себе естественное для той поры, потому что была жена официальная для, соответственно, уже династических интересов, и, соответственно, определенные фаворитки, которые также могли становиться, ну, соответственно, матерьми для незаконных детей того или иного представителя царствующей семьи. К юной принцессе Маргарите была представлена почтенная дама, госпожа де Шатиньон, обладающая многими добродетелями. Девочку учили греческому, латинскому языкам, итальянским и испанским. Также языкам она владела уже впоследствии, будучи, надо сказать, очень одаренной в этом отношении. С принцессой занимались лучшие учителя того времени. Для освоения классических языков был приглашен Роберт Гюро, а также Парадизио. Этикет преподавала Бланш де Турнон, Франсуа Мулен занимался с принцессой литературы, Франсуа де Рашфор и Роберт Жерол преподавал философию. Впоследствии Маргарита запишет, что никогда человек не сможет достичь любви к Богу, если не будет совершенствоваться. То есть мы с вами должны понимать, что вот эта вот юная принцесса, несмотря на то, что, казалось бы, вот она девушка, то есть девочка даже на тот момент, она могла и не получать какое-то высокое образование. Зачем ей это нужно? Она могла по большому счету просто довольствоваться всей той жизнью, роскошной, какая, соответственно, была у любой принцессы того времени и, соответственно, ни о чем не думать и не переживать. Но в данном случае, конечно же, ее мать сыграла очень большую роль для того, чтобы именно это воспитание очень достойное, помогло впоследствии ее образование, помогло впоследствии ее детям достичь определенного успеха в их собственной жизни. И надо отметить, что и сама Маргарита оказалась очень способной к иностранным языкам и, собственно говоря, себя проявила очень достойно, и мы об этом также будем более подробно знакомиться как чуть позднее. Положение семьи графини Ангуленской представляло государственный интерес, поскольку у короля Людовика XII, как было уже выше сказано, не было наследника морского пола, а имелись только две дочери. Согласно строгим правилам, которые существовали тогда в рамках католических династий Европы, было такое правило, как солическое законодательство, оно исключало из права престола наследия именно за женщинами. И поэтому только мужчины могли наследовать власть, и, следовательно, наследником престола стал как раз-таки брат Маргариты, принцессы де Валуа, ее, значит, брат Франсуа, будущий король Франсуа I, ну, более известный в истории как Франциск I. В 1504 году, значит, Франсуа впервые был представлен перед королем в Лувре, а в 1506 году был обручен со старшей дочерью короля, принцессой Клод, и с 1508 года уже переселился жить в Париж. Такие обстоятельства способствовали приезду в Париж ко двору и юной сестры, нового наследника престола. Причем надо отметить, что принцесса Маргарита Ангуленская с самого детства отличалась красотой, статью, привлекательностью, остротой ума, увлекалась чтением книг, и в их числе итальянскими романтическими произведениями, ставшими тогда очень популярными. Культура итальянского возрождения постепенно подбиралась к границам Франции, вовлекая в свои круги представителей, конечно же, элиты, то есть королевской фамилии. Принц Франсуа и принцесса Маргарита постепенно проникались идеями и эстетикой итальянского возрождения, натур философии и неоплатонизмом, пришедшим из Флоренции. Они стали первыми представителями королевской фамилии Франции, чье воспитание и образование проходило в контексте атмосферы нового абсолютно культурного явления, новых веяний, вот именно этого итальянского ренессанса, который приобретал все большую популярность на французской земле в то время. Положение сестры будущего короля обязывало Маргариту к заключению соответствующего ее статусу династического брака. И среди претендентов рассматривались кандидатуры очень многих, надо отметить, весьма влиятельных наследников престолов, в том числе и английского. Будущий король Генрих VIII, он также был в качестве претендента на руку принцессы Маргариты, в том числе и наследник престола Неаполя. Но, тем не менее, надо сказать, что сама Маргарита, она уже тогда проявляла свою определенную индивидуальность, и в этом смысле она желала выйти замуж за Гастона де Фуа, герцога Дене Мюра, кстати, одного из представителей также королевской фамилии Франции. Но, тем не менее, вот не суждено было случиться их браку, он достаточно рано скончался, и по воле короля, дабы закончить земельную тяжбу между двумя ветвями единой королевской династии Капитингов, было решено, что мужем для Маргариты де Велуа станет, значит, Шарль IV, герцог Алансонский. Он жил с 1489 по 1525 годы. В 1509 году состоялся их брак, то есть она была совсем юной 16-летней девочкой, когда выходила замуж. Он был прямым потомком младшего сына, основателя королевской династии де Велуа, принца Шарля Французского, и также, вот, собственно, получается, был потомком короля Филиппа III, смелого французского. И этим браком не по любви Маргарита фактически принесла жертву ради своего любимого брата Франсуа, потому что этим она обеспечивала все возможности для того, чтобы именно Франсуа стал преемником короля Людовика. Свадьба была пышно опразднована в Блуа, после чего молодожены уехали жить в свое герцогство. Надо отметить, что герцог Алансонский был плохо образованным человеком, и вообще их жизнь, вот именно супружеская, никаким образом не сложилась. Он был ей неинтересен и как мужчина, и как человек, потому что увлекающаяся натура, требующая для себя и внимания, и интересы, и прежде всего интеллекта, вот это было очень для нее важно, вот она не находила это в супруге, и, к большому сожалению, действительно, это было исключительно такой династический драк, и между супругами никаких взаимоотношений, даже, я бы сказал, какой-то взаимной притягательности человеческой, взаимоуважения даже особенного не было. Позже Маргарита сказала, словно заперта в средневековом замке с набожной свекровью и неграмотным, малообразованным мужем. Вот так она охарактеризовала свое положение, будучи супругой герцога Алансонского. И мы должны с вами понимать очень четко, что вот это время, в котором жила Маргарита, это время колоссального, конечно, давления именно религиозных всевозможных предрассудков, и наличие вот этой абсолютной клирикальной власти в рамках католической Европы. Поэтому вот ей достигать успеха в именно этом непростом поприще писательском, тем более будучи женщиной, ну вот пришлось очень сложно. Ей приходилось доказывать, доказывать свою состоятельность и свое право вообще на то, что она делает, потому что она женщина и церковь не поощряла то, чем она занимается в литературном смысле. И только, конечно же, ее социальное положение, то, что она была принцессой, сестрой короля, конечно же, помогло ей во многом добиться успеха в своих уже начинаниях. Значит, далее. Новый король призывает сестру к двору, когда уже Франсуа становится монархом Франции. И почему, собственно, он это делает? Потому что, во-первых, Франсуа I был очень важен, верный и надежный человек, да еще и к тому же человек, который бы разделял бы его интересы. Это все-таки были брат и сестра очень близкие, исходя из того, что их мать, принцесса Луиза Савойская, позаботилась о том, чтобы они получили в равной степени вот именно этот заряд такого просвещенного образования для того времени. И у них были совершенно другие интересы. Их интересовали искусство, литература, художественные направления. Это все им было очень важно. Живопись, скульптура, архитектура. Поэтому с кем можно было поговорить и о философии, и о произведениях древних греческих философов, конечно, это все было очень симпатично ее брату Франсуа, поэтому он так именно трепетно и относился к своей сестре. Значит, и Маргарита даже получила такое прозвище, ну такое прозвание, ее даже называли как Добрый Гений Франсуа. То есть вот именно благодаря ее стараниями ее брат, король Франциск или Франсуа Первый, он, конечно, по-настоящему расцветал. Он всегда восхищался своей сестрой, ее умением, во-первых, вести дискуссию. Она была дамой очень в дипломатическом отношении подкованной, и я сейчас об этом скажу, какие она предпринимала для этого интересные шаги. Надо отметить, что ее ровный и мягкий характер, а также бескорыстная преданность, светлый и проницательный ум способствовали тому, что она стала одним из самых близких и доверенных людей своего брата, короля Франции. Она имела на него очень большое личное влияние, находила нужные слова, чтобы умереть его гнев, подсказывать, как лучше себя вести в тех или иных случаях. Коммердинер короля Клемент Моро говорил о ней как о красивой женщине с добрым сердцем и ангельскими мыслями. В 1524 году после смерти королевы Клод, не имея собственных детей, Маргарита берет на себя заботу о воспитании своих племянниц, принцессы Мадлен и принцессы Маргариты, которая будет названа, соответственно, в ее честь. С обоими девочками она будет в очень хороших отношениях на протяжении всей их жизни. И далее надо отметить, что супруг Маргариты Герцог-Алансонский, с которым у нее так и не сложились отношения, с 1515 по 1518 годы является первым принцем Трови, то есть он является наследником престола, чтобы было понятно, поскольку у короля Франсуа нету сына еще на тот момент, и его наследником является его родственник, который получается в браке с сестрой короля Маргариты. 11 апреля 1525 года Герцог-Алансонский скончался в Лионе после очень тяжелых ранений в результате военной кампании в Италии. И все его владения, в том числе и, соответственно, Герцогство Алансонское, Графство Арманьяк и Родес, перешли к Маргарите, поскольку их брак оказался бездетным. И даже несмотря на то, что у него были живые сестры, имеющие право претендовать на часть фамильных земель, а тут надо отметить, что есть такое право у женщин во Франции того времени именно быть наследницами земель, вот если только они находятся в статусе именно принцесс королевской крови. Это было связано еще и с тем, что Маргарита была одной из самых влиятельных женщин французского королевства, поэтому сестры, почившего в Бозе ее супруга, тоже имеющие происхождение королевской, они не претендовали на все эти земли, а дали возможность именно Маргарите уже распоряжаться этим большим наследием. То есть она, чтобы вы понимали, в 30 лет с небольшим оказалась одной из самых крупных частных собственников во Франции. То есть дама была очень респектабельная в плане именно финансового положения. Во время очередного итальянского похода в битве при Паве в 1525 году брат Маргариты, король Франсуа, был взят в плен императором Карлом I Гавсборгом. И французский король вначале был отправлен в Валенсию, а затем переведен в Мадрид. В сентябре 1525 года в испанскую столицу, вот очень интересная дипломатическая миссия сейчас начинается, нашей героине Маргариты. Приезжает грицогиня Алансонская для того, чтобы освобождать своего брата из плена. Ей был оказан высочайший прием, она ловко проявила себя как талантливый дипломат, а в ходе переговоров пыталась договориться о возможности выкупа короля. Венецианский посол, который был свидетелем того, что тогда происходит, отмечал знания грицогиней секретов дипломатического искусства, что заставляло к ней относиться с почтением и осмотрительностью. Также следует отметить, что острый, такой вот именно язык Маргариты был всегда предметом очень такого пристального внимания. Всегда люди ждали, что же она скажет, как она скажет те или иные свои мысли. Так вот, в самый критический период переговоров Маргарита ездила верхом по зимнему лесу порядка 12 часов в день, и так в течение нескольких дней, чтобы соблюсти безопасность от возможного контакта с врагами, и только ночью писала дипломатические письма в атмосфере полной секретности. Это был первый крупный выход Маргариты в качестве международного посредника и переговорщика. И хоть ее миссия не увенчалась большим успехом, в ней грицогиня проявила себя как прекрасный переговорщик и мастер слова. То есть, опять-таки же, мы должны с вами понимать, то есть вот это именно заточенное ее умение правильно говорить, правильно конструировать свои мысли словом, конечно же, ей очень помогало и в дипломатическом смысле в данном случае, поэтому ее и отличали. И грицогиня понимала, насколько ее положение богато и владетельной вдовы и сестры короля Франции может сыграть важную роль в государственных интересах хорона. Вот, кстати говоря, результатом миссии грицогиния в Испанию стало заключение 19 декабря 1526 года договора между Испанией и Францией, по которому Франция теряла герцогство Бургундское, но зато, тем не менее, давала возможность вот этой договоренности, свободу для Франсуа, короля Франции. Значит, 24 января 1527 года состоялся достаточно неожиданный для очень многих брак вдовствующей грицогини Алансонской с королем Наваре Энрике II де Альбре. Понимаете ли, вот для дамы уже, которые за 30, тогда, в начале 16 века, выйти замуж, это уже фактически нереально, потому что она уже не рассматривалась в качестве прежде всего той женщины, которая может родить ребенка здорового, и в этом смысле это уже был совершенно невозможный вариант. Но, тем не менее, для короля Навары, именно вот для Энрики II, такой брак был достаточно важен, именно в контексте государственных интересов. И Энрике, надо отметить, он сам был близким родственником для французского королевского дома, он происходил из семьи де Альбре, очень, значит, он был, да, он происходил из этой фамилии, и она была очень тесно связана именно с королевской фамилией Франции, поэтому фактически она выходила замуж за своего ближайшего родственника. Да, и дальше получается так, что, вот, кстати, его и ближайшим родственником короля Навары был и Гастон де Фуа, вот тот самый принц, в которого была еще в юности влюблена Маргарита де Волуа, но не смогла выйти за него замуж. В 1505 году Маргарита рожает свою дочь, значит, да, извините, извините, здесь вопрос в том, что в 1505 году дочь принцессы Мадлен французской и Гастона де Фуа, это другого еще представителя французской династии, выходит замуж за представителей династии де Эврея, которая также правила в Наваре, то есть вот именно, собственно, и почему это важно, потому что это еще раз свидетельствует о том, насколько вот эта тесная связь династическая между представителями царствующей династии в Наваре и во Франции существует. И дальше уже, если мы с вами посмотрим, то вот эта вот супружеская пара, она, несмотря на, казалось бы, определенную даже разницу в возрасте, потому что Генрих или Энрике II Наварский, он был достаточно все-таки помладше своей супруги, это вообще было явлением крайне редким для такой позднесредневековой Европы, тем не менее они находят общие отношения весьма неплохими, у них есть определенность в общих интересах, поэтому надо отметить, что сам Энрике был неоднократным гостем короля Франсуа I, с которым мог всячески вот именно находить также темы для различных общих обсуждений, интересов. Энрике участвовал во втором итальянском походе французского короля, в 1525 году сражался в битве при Паве и был вместе с королем Франсуа, также взят в плен вот именно в Испании, но сумел из него убежать, что добавило его имени престижа. При подобных обстоятельствах, конечно, возможность удачного брака Энрике могла бы сыграть важную роль в восстановлении сломленных позиций Навары в регионе. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Навара, она находится на, получается, вот на самом юге современной Франции, на севере Испании, то есть такой стратегически важный регион, и на 10 лет был младше Энрике Маргариты, что, впрочем, не стало помехой для заключения их брака 24 января 1527 года в замке Сен-Жермен-Ан-Ле. Они поженились, и в качестве приданного от жены Энрике получает графство Арманьяк и полную поддержку Франции со стороны, значит, себя в военных стратегических вопросах. 16 ноября 1528 года в Сен-Жермен-Ан-Ле Маргарита родила своего первого ребенка, дочь, названную Хуаной или Жанной. А в честь еще одной королевы, так она была названа, Навары, которая чуть ранее тоже царствовала в этом небольшом государстве на юге Европы. А 7 июля 1530 года в Блуа родился единственный сын Маргариты, Хуан, который прожил всего пять месяцев. События жизни Маргариты и время, в котором она жила, постепенно находила свое отражение в ее литературном творчестве. Ее замок в городе Нерак превратился в центр культурной жизни Франции того времени. При ее дворе был сделан перевод с латинского языка книги «Деяния датчан» Саксона Грамотина, содержащая повествование о Гамлете, принце датском, которым впоследствии воспользовался Шекспир для создания своей знаменитой пьесы. Известный хроникер французской придворной жизни Пьер де Бурдель, сеньор де Брантон, живший с 1540 по 1614 годы, позже писал о Маргарите. Она была великой принцессой, но в дополнение к этому всему она была очень доброй, нежной, милосердной, раздавала милость у ненуждающимся и была дружелюбной по отношению ко всем. А известный голландский гуманист, знакомый с королевой Наварре, писал о ней. «Я долго лелеял множество прекрасных даров, которые даровал вам Господь. Благоразумие, достойное философа, целомудрие, умеренность, благочестие, непреодолимая сила души и изумительного презрения для всех сует мира сего. Кто мог бы не восхищаться у великолепной сестры короля такими качествами, которые редки даже среди священников и монахов?» То есть, вот смотрите, как люди обращали внимание на вот эту ее определенную человеческую порядочность, женскую, благочестивую, что вообще было, надо сказать, очень большой редкостью до того времени, когда люди, ну вот еще не знали определенного такого, что ли, понимания некой субординации в брачных отношениях, как я уже сказал выше, браки, конечно же, заключались в королевских семьях исключительно исходя из государственных интересов, а не исходя из каких-то, в данном случае, действительно личных мотивов. И в данном, конечно, отношении мы должны с вами констатировать тот факт, что Маргарита Ангулемская, она совершенно была не похожа на дам ее статуса, ее уровня того времени. Она отличалась той религиозной какой-то определенной порядочностью, вообще человеческой, прежде всего, порядочностью, основанной, конечно, и на религиозной морали, и на нравственности, которая была не свойственна большинству дам того времени. Маргарита писала очень много стихов и пьес. В 1524 году увидела в свет одно из ее произведений «Диалог как ночное виденье». В нем нашли отражение отголоски философской дискуссии между гуманистом Эразмом Роттердамским и Мартином Лютером о свободе воли. Удивительно интересна религиозная поэма Маргариты «Зеркало грешной души». Оно было создано в 1531 году сразу после смерти единственного сына и скончавшейся матери Луизы, врожденной принцессы Савойской, которую она очень любила. Это произведение от первого лица – мистическое повествование о душе, так тоскующие женщины, призывающие к Христу, как к своему отцу, брату, любовнику. В работе нашел отражение лютеранский тезис об оправдании веры. Поэма получила распространение в Англии благодаря завязавшимся отношениям Маргариты с Анной Болейн, будущей женой короля Генриха VIII, которая пребывала некоторое время при французском дворе в качестве фрейлины, в качестве очень такой приближенной особы к королю Франсуа I. Значит, но во Франции эта работа вызвала резкую критику, прежде всего, конечно, со стороны церкви. Я уже сказал, все-таки вот эта церковная составляющая, она была очень серьезной помехой для каких-то продвижений своих собственных мыслей, для свободы мысли, прежде всего, мысли выражения для людей того времени. И церковь осудила работу Маргариты и назвала ее ересью. Один из монахов сказал, что за такое Маргариту следует зашить в мешок и бросить в сену. То есть, представляете себе, какие нравы у этих людей были, религиозных людей, вот в то, соответственно, время. А студенты в колледж де Наварра поставили сатиру на эту тему, назвав ее «ярость от ада». Король Франсуа, брат Маргариты, заставил снять всякие обвинения сестры. И в 1534 году она получила извинения от церкви. В 1535 по 1536 годах она написала еще одну свою работу «Больной», завершенная в духе прямолинейного религиозного наставления. Маргарита, ставшая королевой Навары, была славной продолжательницей дела из своей матери, Луизы Савойской, которая прославилась умом и покровительством искусства. Королева стала одной из самых влиятельных женщин Франции, была открыта новым идеям и следила за всеми новинками своего времени. Ее покровительством пользовались французские протестанты, многие из которых обосновались тогда в Наварре. И вот именно, понимаете ли, это тоже очень важный момент. Вот ее определенная свобода, свобода мысли, свобода ее мировоззрения, она давала возможность вот тем самым протестантам, которые стали представлять совершенно новое религиозное течение в Европе того времени, именно спокойно себя чувствовать в Наварре. Именно не случайно из Навары выйдет вот именно Генрих Наваррский, будущий король Франции. Генрих IV – это внук нашей героини, я еще об этом чуть попозже скажу. Королева покровительствовала Франсуара Бле, Клементу Мюро, Пьеру де Ронсару, Бонавентуру де Перье. Она и ее супруг выделяли средства для образования талантливых студентов, а город Нерак, в котором располагался королевский двор Навары, был центром притяжения образованных, одаренных людей в науке, литературе и искусстве. Самой известной работой, и вот здесь мы уже, конечно, с вами обращаемся к Гептамирону, является вот этот религиозно-этический во многом роман, который был создан в 1542 году по-гречески Гептамирон – это семидневник, написанный под впечатлением так любимого и почитаемого ее матерью и ею самой Декамирона Джованни Бокаччо. И вот, кстати, не случайно Декамирон Бокаччо и произведения Гептамирон Маргариты Наварской, они вышли в издание практически, вот, собственно, в одном таком, в одном таком внешнем, казалось бы, очень похожем формате. Это все не случайно. В данном случае, значит, пролог, вступительный рассказ, был написан чуть попозднее, в 1546 году, во время пребывания Маргариты на водах в Каттере. Сам сборник рассказов должен изначально был состоять, как и у Бокаччо, из ста новелл, но остался незаконченным по причине смерти самой Маргариты и состоит из 72 новелл, веселых и поучительных, разбитых на семь циклов, охватывающих семь дней недели. На восьмом дне они обрываются, рассказанных путниками, пятью мужчинами и пятью женщинами, которые застряли в дороге из-за нападения разбойников и сильного дождя. В первый день знатные дамы и господа, собравшиеся, как и у Бокаччо вместе, они рассказывали о том, какие проделки совершали женщины, чтобы обмануть мужчин, и мужчины, чтобы обмануть женщин. Во второй о том, что каждому пришло на ум. В седьмой о тех, кто поступил так, как ему не следовало поступать. Беседы, оказавшихся временно изолированными от мира кавалеров и дам, от имени которых ведутся разговоры, представляют не меньше интерес, чем сами новеллы. Психология рассказчиков раскрыта куда обстоятельнее, чем у Джованни Бокаччо. При этом в этих учтивых и живых беседах можно проследить влияние произведений известного итальянского писателя и гуманиста эпохи Возрождения Бальтасара Кастильони, придворный, написанного в форме диалога об идеальном придворном и картине изысканных обычаев и остроумных бесед итальянского общества эпохи Ренессанса. Однако, наложив на себя обязательства рассказывать только подлинные истории, Маргарита ограничила себя в отборе сюжетов новелл и социального круга персонажей, жизнью представителей высшей знати Франции. Маргарита прямо указывала, что истории и персонажи ее рассказов, они реальны, и принято считать, что прототипами рассказчиков были ее близкие. В частности, это ее и супруг, это ее мать, и среди героинь появляется она сама в образе парламанты. Другие герои также это представители французской знати. В этом смысле, конечно, чтобы мы с вами понимали, вот хотя это и роман, это, казалось бы, литературное произведение и написанное очень хорошим языком, поэтому я рекомендую, если вам интересно, пожалуйста, обязательно найдите эту книгу и прочтите. Вы увидите именно и почувствуете саму сущность французского высшего общества, именно придворного того времени, начала эпохи Ренессанса. То есть это, получается, самое начало XVI века. Вот чем жили эти все вельможные господа и дамы, чем они интересовались, какие разговоры ходили, вот все это очень великолепно описывает Маргарита Наварская в своем произведении «Гиптомирон», именно списывая своих героев с тех людей, которые ее непосредственно окружали. По воспоминаниям писателя и мемуариста Пьера де Бурделя, сеньора де Брантома, на стиле манера письма, которого повлиял также Гиптомирон, Маргарита сочиняла свои новеллы или большинство из них путешествия по своим землям в носилках, так как у нее было очень много дел, хотя она и удалилась от света. Мне рассказывала об этом бабушка, потому что бабушка де, значит, де Брантома, значит, Пьера де Бурделя, она была вот одной из придворных Маргариты Наварской. И вот будучи придворной дамой Маргариты, она постоянно находилась рядом с этими носилками и держала ее чернильницу. Королева писала так легко и быстро, как будто ей диктовали эти новеллы. Причем Брантон провел детство при дворе Маргариты Наварской, будучи из семьи ее приближенных, и в своих воспоминаниях, в своих, собственно, мемуарах он часто ссылается на книги Маргариты, иногда раскрывая инкогнито ее персонажей. Так утверждал, что писательница изобразила себя под именем раскачатся парламанты и как безымянную принцессу, героиню четвертой новеллы. Многие из сюжетов, описанные в произведении Маргариты, затем были заимствованы писателями позднего времени. Вот, кстати, тоже обращаю ваше внимание на это. Может быть, вам особенно здесь откроется что-то новое. Вот я сам для себя даже это открыл, я об этом не знал, и это очень интересно. Как история о Мсье Борне была позаимствована французским драматургом 18 века Пьером де Бомарше при создании комедии «Женитьба Фигаро» 1784 года. Правда, в истории Мсье Борне все закончилось не так удачно для неверного мужа. Он был увлечен служанкой своей супруги, которая, узнав об этом, попросила девушку назначить ему свидание в темной комнате и пришла сама навстречу за место нее. Борне, уверенный, что провел время со служанкой, отправил после себя к ней на утехи своего друга, который после ночи любви снял с пальца дама обручайное кольцо. Наутро жена отругала Борне, указав на то, что в темноте он может даже козу в чепчике принять за красивейшую девушку на свете. После чего перепуганный супруг понял, что сам сделал себя, ну вот получается, рогоносцем и отправив друга на свидание к собственной жене. Боясь позора, Борне просил его сохранить все в тайне, чего не случилось, и вскоре все потешались над неудачником мужа. Но также обращаю внимание на что. Десятая новелла о Флориде и Амадуре легла в основу романа «Принцесса Клевская» 1678 года, другой французской писательницы, но уже 17 века, Марии Мадлен, графини де Лафайет. А Онаре де Бальзак, по одной из версий, использовал 26-ю новеллу Гептамирона о Синьоре де Аванне в качестве основы для одного из своих романов, написанного в 1835-1835 году. Исходя из фривольного содержания многих эпизодов рассказов, несовместимых абсолютно с Королевской честью, они были вырезаны цензорами, впервые были опубликованы лишь в 1558 году, и тогда на свет увидели 67 новелл, расположенных без разделения на дни и в произвольном порядке. Книга имела большой успех у публики, и уже в 16-м столетии имелось 15 списков произведений. В новеллах достоверно и проницательно описаны нравы высшего общества того времени, но и также отражен гуманистический идеал человеческой личности. Вот то, что, собственно, и является ключевым в эпохе Возрождения. Это, конечно, гуманизм. Человеческий гуманизм, обращение к человеку, к его ценности как таковой, что человек – это действительно не что-то такое абсолютно бесценное. Это все-таки определенная высокая ценность, и его жизнь, она также заслуживает очень серьезное внимание. Обращаю внимание, что второе печатное издание Гептамирона было выпущено в 1559 году Клодом Грюжей и содержало уже 72 новеллы. Их распределение по дням соответствовало оригиналу, и в издании Грюжей о заглавленном как Гептамирон уже впервые, собственно говоря, было раскрыто имя автора. И в дальнейшем сборник публиковался уже под этим названием. Во втором издании в ряде мест по цензурным соображениям текст был сильно изменен или сокращен. В некоторых случаях сняты собственные имена персонажей, а резко антиклирикальное 11, 44 и 46 новеллы были заменены другими. Причем их происхождение до сих пор остается неясным, ведь рукописи этих трех новелл отсутствуют. Можно только предполагать, кто был, собственно, автором этих новелл, потому что тут, собственно, есть уже большая проблема. Маргарита Ли Наваррская их писала, либо нет. Только в 1853 году вышла первая лишенная цензура версия рассказов под названием «История счастливых любовников». Любовные истории, находящиеся в центре повествования этих новелл, трактуются в духе неоплатонизма, так популярного тогда во Франции и Италии. Значит, с конца 1542 года Маргарита практически уже не появляется при дворе, находясь в своей резиденции в Мон-де-Марсан, отдавая все время управлению Наварой в отсутствие своего супруга-короля и уединению для размышлений и работы над, соответственно, своим главным произведением Гептамироном. Только пару раз королева покидает свой дом, когда отправляется в Париж, чтобы проститься с умершим племянником Франсуа и со своим супругом, извините, со своим братом, королем Франсуа, который также скончался в 1547 году, и его кончине она посвятила поэму «Корабль», которая в этом же году и была написана. Она была насыщена реминесценциями из апостола Павла и произведений Платона. Незадолго до своей смерти Маргарита написала произведение «Тюрьма королевы Наварской», в котором были затронуты философские, теологические, мистические и художественные проблемы, комедию в Мон-де-Марсане. Также она написала вот это вот произведение. Большая часть ее стихотворений вошли в сборник «Первый принцесс». Свою единственную дочь и наследницу Наварского престола Хуану Маргарита была вынуждена по желанию брата короля 16 января 1541 года выдать замуж за Вильгельма Ерцога Клевского. Он также имел определенные свои политические интересы, поэтому этот брак был целесообразный, но, тем не менее, он был расторгнут в 1546 году, поскольку более уже не имел для герцога Клевского определенной политической выгоды. И руководствуясь политическими интересами, традиционной ориентацией на Францию, отдавая дань давним кровнородственным альянсам с королевской династией этой страны, 24 января 1548 года Маргарита выдает свою дочь Хуану за Антуана де Бурбона, герцога Вандомского, которая происходит из младшей линии династии Капитингов. Вот идет одна из ветвей, это династия Волуа, на тот момент она царствующая. Сразу следующее по старшинству, это династия, это линия Бурбонов, которая является частью единого королевского дома Капитингов. И она следующая по старшинству. То есть, поэтому, когда пресекается в 1589 году именно старшая линия Волуа в лице короля Анри или Генриха III, он был убит. Так вот, на престол Франции и призывается абсолютно законный наследник по уже старшинству, исходя из социалического законодательства, Генрих Наваррский, то есть внук нашей героини. Именно почему? Потому что ее дочь Хуана выходит замуж за Антуана де Бурбона. И вот их сын, родившийся от этого брака, Генрих или Энрике де Бурбон, он является наследником своей матери в Наварре. Он становится королем Наварре, поэтому он Генрих Наваррский. И он вступает в брак уже впоследствии с другой Маргаритой Волуа, которая является дочерью Генриха II и Екатериной Медичей. Она его кузина. Дело все в том, что Генрих II является сыном как раз-таки короля Франсуа I, который является родным братом для Маргариты. Дева Луа уже писательница, автора Гептамирона. И далее Маргарита Королева Наваррская, вошедшая в историю Франции как первая писательница, первая женщина-писатель, скончалась в 1549 году. Она таким образом прожила чуть более 50 лет. Надо сказать, что она скончалась в городе Одоссе, близ Тарба, вследствие воспаления легких, и ее супруг не смог с ней встретиться перед смертью. Она была похоронена в королевской усыпальнице правителей Навара в соборе Лескар. Перу Маргарита принадлежат многие остроумные цитаты, очень хорошо показывающие ее характер, нрав и ее представление. Вот, например, некоторые из них. Настоящая любовь не признает никаких приказаний и обетов. Не бывает огня без дыма, но зато дым мне приходилось видеть и там, где не было никакого огня. Непостоянство всегда достойно осуждения. Обида имеет больше власти над женщиной, больше, чем любовь, особенно если у этой женщины благородное и доброе сердце. Мне столько раз приходилось слышать о людях, которые умирают от любви, но за всю жизнь я не видела, чтобы кто-нибудь из них действительно от нее умер. Можно вынести все, кроме безделья. Самые тяжкие муки – это муки любви. Труднее всего человеку бывает справиться с досадой и гневом. Главное – это то, как человек сам оценивает свои поступки. В 1841 году была опубликована ее обширная переписка с братом, королем Франсуа и другими вельможами, проливавшая свет на многие исторические события того времени, что позволило еще раз убедиться в остроте языка и таланте королевой писательницы. Супруг Маргариты, король Наварре, Энрике, скончался 25 мая 1555 года и был похоронен в родовой усыпальнице рядом с почившей супругой во соборе Лескар. Их дочь, известная как Жанна де Альбре, королева Наварре с 1555 по 1572 годы, унаследует от матери симпатии к протестантизму и превратит свой двор в центр протестантского движения Юга Европы, одним из лидеров которого станет ее сын, вошедший в историю как Генрих Наваррский, тот самый, о котором я уже сказал. Король Наварра с 1572 года, а с 1589 года король, соответственно, Франции под именем Анри IV, основателя новой королевской династии в рамках единого большого дома французских капитингов. Маргарита, принцесса Ангулемская, грецогиня Алансонская, королева Наваррская, стала настоящим символом культуры и просвещения эпохи раннего французского ренессанса. Благодаря стараниям своей прекрасно образованной матери итальянки, принцессы Луизы Савойской, она получила лучшее образование и воспитание для своего времени. Она была основана на культуре итальянского возрождения. Со смелыми идеями гуманизма, представлениями о мире, красоте, человеческой личности, ее души, отношению человека с Богом, все это нашло свое отражение в формировании личности и интересов юной принцессы, с детства полюбившей итальянскую литературу, прозу и поэзию. Ее яркость, ума и слово были рано отмечены современниками, в том числе ее братом, королем Франциском I. Она активно помогала ему в управлении страной, и он внимательно прислушивался к ее советам. Друг для друга на протяжении всей жизни они оставались ближайшими друзьями и единомышленниками, что придавало Маргарите положение одной из самых влиятельных женщин Франции и двора, соответственно, периода правления Франсуа I. Так рано отрывшийся литературный талант позволил Маргарите создать серию замечательных произведений, отражающих характер и нравы французской знати первой половины середины XVI века. А кроме того, ее работы стали прекрасной возможностью выразить собственные рассуждения о природе человека, проблемах его души и сознания. Маргарита Наварская была обладательницей многих добродетелей, так чтимых и по сей день. Она оказывала покровительство талантливым личностям и была интересной, ярким мыслителем своего времени, почитавшим за честь быть с ней знакомыми. Вокруг принцессы сформировалось серьезное культурное пространство. Она была в его центре, была музой этого пространства, вдохновительницей, прекрасной дамой, встречу с которой искали и считали большим личным счастьем. Будучи свидетельницей, многих политических событий во Франции она проявила свою благосклонность к зародившемуся движению протестантизма. Ей была интересна идеологическая сущность разобраться именно в том, что есть такое этот протестантизм. Понимаете, вот все то новое, что появлялось, ей было все так безумно интересно. Какой передовой ум, какие вот эти прогрессивные взгляды у нее, несмотря, казалось бы, на то время, в котором она живет, время вот в этих религиозных догмах, религиозных определенных ограничений. Тем не менее, она шла против этого течения. Грицогиня Ангулемская принесла через всю свою жизнь преданность идеалам благочестия и культурного просвещения, интерес в постижении окружающего ее мира с разных сторон абсолютно. Несмотря на свободу выражения своих чувств и суждений, на страницах собственных произведений она была человеком глубоко верующим, соблюдающим правила морали и женской нравственности. Маргарита смогла изменить существующее представление о роли женщины в жизни общества своего времени и, главное, открыть для дам мир литературного творчества, став первой в истории Франции женщиной-писательницей. Я надеюсь, вам было интересно узнать более подробно об этой личности принцессы Маргариты де Волуа, которая вошла в историю как не только первая женщина во Франции, ставшая писательницей, но и первая женщина во Франции, которая вообще обратила на себя внимание как субъектный, абсолютно независимый персонаж, достойный того, чтобы с ней, прежде всего, считались. Считался ее брат, считалось высшее общество, считались те выдающиеся, прежде всего, представители интеллектуальной элиты не только Франции, но и Европы. Таким образом, женщина тогда, в начале 16 века, смогла произвести определенный переворот, прежде всего, в отношении к именно своему собственному полу, к женскому полу. Она доказала свою состоятельность и возможность женщине самоутвердиться за счет своего собственного таланта. Спасибо вам большое за внимание.